Я хочу извиниться за то, что дала вам сложное задание. Кто-нибудь попытался его сделать? Я понимаю. Вчера вечером я начала выполнять ваше задание в 5.45 вечера и провела три часа, выполняя его. И было очень сложно. Поэтому я прошу прощения, что дала вам такое сложное задание. Но об этом мы поговорим позже. Пока я слушала, как преподавал Дэвид, Господь проговорил ко мне и сказал мне рассказать мое свидетельство. Поэтому я расскажу свидетельство перед тем, как мы начнем урок. Я уже сказала вам, что очень важно учить маленьких детей. И если у кого-то из вас есть возможность обучать детей, то я хочу ободрить вас, обязательно ей воспользуйтесь. Я воспитывалась в семье, в которой мои родители не ходили на служение, они не ходили в собрания и не поклонялись Богу. Но через дорогу от нашего дома была церковь. И когда мне было 6 лет, я начала ходить в школу, мама отвела меня на занятия в воскресной школе, в церковь. А в ваших синагогах есть уроки для детей? Занятия для детей? Моя мама доводила меня до дверей церкви, там, где проходила воскресная школа, потом разворачивалась и шла домой. И три года я посещала занятия в воскресной школе. И там я узнала, что Ешуа любит меня. Я узнала, что Он умер на кресте. Я научилась многим детским песням. Я узнала, что Библия – это Слово Божье. И это все, чему я научилась, это очень важно узнать еще в детстве. Учительницу моей воскресной школы звали Миссис Тейлор. И иногда, когда я оставалась на служении в церкви, я сидела рядом с ней. И пока я посещала воскресную школу, вот на протяжении трех лет, мне приснился сон. Я точно не знаю, это был или сон, или видение. Но в этом сне или видении я видела, как мой отец возвращается домой с работы. И я выбегаю из дома моей бабушки и бегу ему навстречу. Я не могла пересечь улицу, потому что мне это не разрешали. И я ждала на углу, пока он придет. То есть, я собиралась ждать на углу, пока он придет туда. Но когда я туда пришла, он уже был там. Я схватила его за руку и подняла глаза вверх. Но человек, который там стоял, он не был одет в белую рубашку, галстуки, черные брюки. Он был одет в белую длинную одежду. Это был Ешуа. Я посмотрела в его глаза. Он не сказал мне ни слова. Но его глаза говорили, я люблю тебя, Шэрон. Прошло где-то 7 лет, и мой отец умер. Ему было всего 39 лет. И он умер очень внезапно. И я помнила этот сон. И на тот момент мы жили в пригороде. И мы переехали вот с того места, где находилась эта церковь, в которую я ходила. И я уже больше не могла ходить вот в эту воскресную школу. Но я помнила этот сон. И я думала, я найду Ешуа. И я начала ходить в разные церкви. Я не нашла Ешуа в церкви. Вот потом я закончила школу и пошла работать в банк. Прошло 4 года. И со мной работала одна христианка, которая свидетельствовала мне. И она спросила меня, Шэрон, если бы ты сегодня умерла, то куда бы ты пошла? Я сказала, я не знаю, куда бы я пошла. Это зависит от Бога. То есть это нужно подождать, пока ты умрешь, потом Бог будет взвешивать твои добрые дела и злые дела, и какие перевесят. Но эта женщина показала мне из Писания, что это не так. И тогда я помолилась и приняла Ешуа как своего Спасителя и Господа. И я попросила Его показать мне, в каком университете мне учиться. За кого выйти замуж. И что мне делать в жизни. Я сделала это тогда, когда приняла Его как своего Спасителя. Я хочу, чтобы вы знали, что миссис Тейлор уже на небе. И другие учителя, которые преподавали мне, они тоже там. Учителя, которые учили меня песням. Но если бы не они, то меня бы здесь сегодня не было. Я хочу, чтобы вы знали, если у вас есть возможность учить детей или проводить хвалу и прославление, и поклонение с детьми, то примите это служение. Потому что вы не знаете, кого вы учите. И я славлю Бога за верных женщин, которые были верны Богу в малом. И хотя они делали на земле что-то небольшое, но в Царстве Божьем они делали большие дела. Давайте рассмотрим Кадош-Израэль. То есть, просмотрев ссылки, я поняла, что искать нужно именно слово Кадош-Святой. Кто-нибудь что-нибудь нашел в Осии? Ничего не нашли. Я знаю. Я смотрела через все 11... Давайте посмотрим, сколько chapters есть. Я смотрю на Хосея. Я извиняюсь, I did not memorize the minor prophets. Сейчас найду Осию. Okay. Let's look at Hosea 11, 9. Давайте посмотрим. Chapter 11, verse 9. 11 глава, 9 стих. It does not say the Holy One of Israel. А здесь не сказано Святый Израиль. But it does say the Holy One. Здесь сказано Святый. It says in this verse, I will not execute the fierceness of my anger. And this is the Lord speaking. То есть, здесь Господь говорит, не сделаю по ярости гнева моего. I will not again destroy Ephraim. Не истреблю Ефрема. For I am God, and not man. Ибо я Бог, а не человек. The Holy One in your midst. Среди тебя Святый. Now, that's the only verse, I found with the word Holy. То есть, это единственный стих, который я нашла в Осии, в котором есть слово Святый. Now, let's turn to Jeremiah 13, 12. Давайте откроем и Еремия 13, 12. Did anyone who was looking in Jeremiah find a verse? В Еремии кто-нибудь что-нибудь нашел? Да. God of Israel, she found. Да. Lots of times. Да, да. Holy of Israel twice. Ah, where is that? А где вы это нашли? Иеремия 15, 12, 12, 11, and 51, 9. Okay, we will look at those two references after we look at Jeremiah 13. Да, сначала давайте откроем и Еремия 13 глава, а потом перейдем к вашим ссылкам. И как Лена сказала, что Господь Бог Израилев употребляется здесь много раз. И here is mentioned in verse 12 of chapter 13. И 13 глава, 12 стих. Так говорит Господь Бог Израилев. And then he goes on to say what the Lord wants to communicate to them. Ну и дальше Господь говорит им то, что хочет сказать. Okay, Yulia, what were those two references? Yulia, а какие там места Писания вы нашли? 50-я глава, да? 50-29. 50-29, wonderful. Would you read 50-29 for us, please? А, пожалуйста, прочитайте нам 50-29. Ага, there it is. Замечательно, а второе место Писания? 51-5. 51-5. 51-5. Лена, пожалуйста, прочитайте нам этот стих. Святой Израилев, хорошо. Также в этом стихе используется Господь Саваоф. И это то имя, которое мы будем изучать сегодня. Я хвалю вас, Юлия, что вы нашли эти два стиха, потому что и Еремия – это очень длинная книга. И Лену я тоже хвалю. Я была не настолько прилежна, как вы. И я остановилась в середине книги Иеремии. И перешла к Иезекиилю. Кто-нибудь нашел что-то в Иезекииле? Только Бог Израилев. А Бог Израилев где? Записали, нет? Я не записала. Я не записала. Я не записала, потому что я думала, что я думала, что я не записала. She didn't write it down. It's all right. Хорошо. Okay, let's look at Ezekiel, chapter 11. Иезекиил, 11 глава. Verse 22. 22 стих. А я нашла в Иезекииле. She found in Ezekiel. 39.7. 39.7. Okay, 39.7. Okay, let's look at 11.22 first. Chapter 11, verse 22. Давайте сначала откроем 11.22. Тогда Херувимы подняли крылья свои и колеса подли них. И слава Бога Израилева вверху над ними. All right, this is the God of Israel. Now, Leah, where did you? 39.7. Leah, 39.7, да? Could you read that, please? Пожалуйста, прочитай. Спасибо. What did I say? It's not holy of Israel. It's holy in Israel. Well, no, the correct translation. Let me read you the correct translation. And Vika will translate what I say. Then the nation shall know that I am the Lord, the Holy One in Israel. Ну, то же самое. Тогда народы познают, что я Господь святой в Израиле. In Israel. The Holy One in Israel. In Israel. Yes, uh-huh. So, yeah, it's exactly the same here. So, they say it's not of Israel, but it's in Israel. Yeah, in Israel. Well, it can be of Israel or in Israel. Ну, не важно, там, там, Святой Израилев или Святой в Израиле. Ну, смысл в том, что Бог святой. Кадош. Okay. Did anyone find a verse in Abaka? А в Аввакуме кто-нибудь нашел? No. No? There is nothing there. Okay. Let's look at Abaka 1.12. Давайте откроем Аввакум 1.12. Аввакум 1 глава, 12 стих. Слово Кадоши потребляется здесь один раз. Пророк задает Богу вопрос. Разве ты не вечный, Господь, Бог мой святый? Now, the word holy is there. Is it there in the Russian? А, это вообще что-то не то? Я со светильником смотрю Иерусалим. А здесь вообще такого нету. 12-й? А, это Евсофония. So, it's Abakku. 1.12. Ну, здесь не сказано святой Израилев. Просто святой. Но единственное место, где я нашла святой Израилев, это в псалмах. Now, let's look at Abakka 3.3. Давайте откроем Аввакум 3.3. The word Kadosh is also there. Слово Kadosh находится здесь тоже. Dima, are you, Dima, are you in Habakka right now? Yes. Okay, please read verse 3 of chapter 3. Аввакум 3.3. Иов, 6-я глава. Кто-нибудь нашел что-нибудь в Иове? I don't remember. Let's see. Светлана, did you find one? Светлана, вы что-нибудь нашли там? 6-10. Okay. That's... Okay. Yeah, and let's see. Okay, Job, I believe... That's it, she says. Okay, thank you. Спасибо. Job says he will not conceal the words of the Holy One. Иов говорит, что он не отвергся из речений святого. Yes, so he was strengthened in the Holy One. Okay, let's turn to Psalm chapter 71. Psalm 71. I did not ask you to look up this phrase in Psalms. То есть, я не просила вас искать это словосочетание в псалмах. But I think it would have been easier. Но я думаю, что здесь бы найти было легче. Okay. Would someone please read Psalm 71, verse 22. It's an English version, yeah? Oh, duh. So, what's English 71, 22? The 70-22 стих. It says, With a lute I will praise you and your faithfulness, oh, my God. 70-22. Ага. Да, Святый Израиль есть, yeah. Okay. Would someone read that verse out last? Кто-нибудь прочитайте. Я буду славить тебя на псалфири, твою истину Божьего. Буду не послевать тебя на пути, Святый Израиль. Спасибо. Okay. Вика, пожалуйста, what is that in the Russian Bible? It's 70-22. 70-22. Okay. They have another reference. Okay. Tell me. Psalm 89. It would be 89 for you. What verse? It would be 89 for you. It would be 89 for you. I see it in verse 18. Is that where you are, Slatlanda? Yeah, 18, yeah. Okay. That's good. That... And 77-41. 78-41. 78-41. Yeah. And this, okay. Oh, that's in my Bible. Yeah. Okay. Now, what is 78-41 in your Bible? 77? Okay. Now, in my Bible, it's 89-18. And then what is it in your Bible? 88-18? Okay. Thank you. Now, that's enough. We have three in Psalms. That's enough. Now, that's enough. We have three in Psalms. That's enough. Let's go on to... Let's go on to the next name. Let's go on to the next name. The Lord of Hosts. Господь Саваоф. Boris, I'll have to ask you to help me pronounce that Hebrew word. Boris, I'll have to ask you to help me pronounce that Hebrew word. Господь Саваоф. Let's look at a rapper. Okay. Okay, Yahweh, Саваоф. Саваоф. Yahweh, Саваоф. This is a title that emphasizes God's rule over every power in the material and spiritual universe. Это имя подчеркивает Божью силу и власть над всем в этой вселенной. И Он имеет власть не только над этой землей, но также и над небесами. Наверное, вы изучали, что есть три неба. Есть небо, на котором находятся наши звезды, планеты, солнце, луна. Это то место, куда летают астронавты. Второе небо — это то место, где располагается Сатана и его армия. И третье небо — это то место, где находятся Бог и его ангелы. Господь Саваоф, это имя, встречается в Еврейском Писании 240 раз. И больше, чем 50 раз оно употребляется в книге Исаия. Это значит, что Господь Иегова, Он освободитель, окруженный силами небесными. И когда Иешуа арестовали, то Он сказал Петру, «Разве ты не знаешь, что я могу вызвать легионы ангелов, которые придут мне на помощь?» То есть, Бог мог бы избавить его, если бы Иешуа не нужно было выполнять свое предназначение на земле. Давайте откроем Первое Царство, 17 глава. And I would like someone to read verses 45 to 47. С 45 по 47 стихи. Here David stands before Goliath, and he says, «I come to you in the name of the Lord of Hosts, the God of the armies of Israel. Здесь Давид стоит перед Голиафом и говорит, «Я выхожу против тебя во имя Господа Саваофа, Бога воинств израильских». David knew God as the Lord of Hosts. Now let's turn to Isaiah chapter 37. Давайте откроем Исаия, 37 глава. And in Isaiah chapter 37, let's read verses 10 and 11. Давайте прочитаем 10 и 11 стихи. 10 и 11, yes. Now during, excuse me, during Hezekiah's time as king of Israel, of Judah, Sennacherib was threatening to destroy the kingdom. And Sennacherib had been successful in every war he was, he took part in. And Sennacherib, он преуспел во всех войнах, которые он вел. Now let's see what Hezekiah does. Would someone please read verses 14 to 20? Давайте посмотрим, что делает Исаия. Давайте прочитаем с 14 по 20 стихи. И молился Исаия, председатель Господь, и говорил, Господи Савом, Божий Израиль, сидящий на территории. Ты один, Бог всех сад и земли. Ты со твоего неба и земли. Приколни, Господи, ухо твоё и услышь. Открой, Господи, мочи твои и воззри. И услышь слова Сенарихима, который послал поносить тебя от Бога живого. Правда, Бог, Господи, царя сидит и опустошили все страны и земли. И побросали богов их в огонь. Но это были не боги, а изделия общервежески. Делый камень, потому что мы и искребили их. И мы, Господи, Божий наш, спаси нас от руки его. И узнает все старство земли, что ты, Господи, мог один. Так что Езеки берет угрозу, которую он получил через послов, и представляет эту угрозу пред Господом в Доме Господнем. И потом он обращается к Богу. И первые слова, исходящие из его уст. О, Господь Саваоф, Божий Израилев. Сидящий на херувимах. О чем он говорит здесь? Где херувимы? Сидящий на херувимах. Это ковчег, да. Ковчег Завета. Который находится во Святом Святых. И он приносит эту просьбу Господу. Давайте откроем стихи 36-37. Кто-нибудь, пожалуйста, прочитайте эти два стиха. Спасибо. ПОТОПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Ангел Господень вышел и поразил сколько ассириан? Езекия молился Господу Савуофу и Господь ответил на его молитву. И ни одному человеку в армии Езекии не нужно было поднимать меч. И Бог нанес поражение врагам Иуды. Теперь Исайя 47 глава. Четвертый стих. Здесь мы находим и Господь Савуоф и Святый Израилев. Эти два имя часто употребляются вместе. И в этом коротком стихе мы находим три имени Бога. Искупитель. Давайте откроем Исайя 54 глава. Пятый стих. И Господь Савуоф имя Его, и Искупитель Твой, Святый Израилев. Боже, что и Савуоф, и Святый Израилев. И также Творец. Теперь Псалом 46. 45. 45. 45. 45. Версес 10 и 11. Наверное, 9-10. 10 и 11. А тут может быть минус 1. Савуоф. So could you read it first? Because we are not sure. Okay. Let's see. Wait a minute. Let me go back. I got on the wrong one. Be still and know that I am God. I will be exalted among the nations. 11-12. Господь Бог с нами это псалом сынов Кореи священников, которые служили Господу И мы знаем, что в последние дни, когда все народы выступят против Израиля Господь Савуов станет на защиту Израиля Это не будет Европейский Союз Это не будут Соединенные Штаты Это не будет какая-то другая страна Это будет Господь Савуов Последний стих, Еремия, 10 глава 16 стих, Еремия, 10-16 Спасибо Здесь мы видим, что Он творец всего И Израиль, жезл наследия Его Имя Его Господь Савуов Также 15 глава, 16 стих Обретены слова Твои, и я смелый И было слово Твоё, и в радость, и в веселье сердца моего Ибо имя Твоё наличено на мне Господи, Боже Савуов Здесь Еремия обращается к Богу Как к Господи Боже Савуов Я хочу задать вам вопрос о 16 стихе Когда вы садитесь читать Слово Божье Либо вы выполняете какое-то задание Либо вы читаете Слово Божье для себя Вы чувствуете радость в сердце? Если вы не чувствуете радость То попросите Дух Святой дать вам радость Когда вы читаете Слово Божье Потому что в Писании сокрыто много чего И если в вашем сердце есть радость То Дух Святой будет открывать вам эти тайны из Писания Когда вы идете в ресторан Заказываете там себе вкусную рыбу Там с картошкой или рисом и салат Вам это все приносят Ставят перед вами И вы чувствуете такой приятный запах Ваше сердце радуется, да? Вот точно так же вы должны чувствовать себя Когда садитесь читать Слово Божье То есть мы с мужем учились в библейском колледже И там нам нужно было так много читать И изучать Слово Божье Что для нас это все как бы стало сухим Но потом Господь обновил Нашу любовь к Слову Божьему И радость Прочтение Слова Божьего Поэтому просите Его сделать это И Он сделает У кого-нибудь есть вопросы? Прочтение Слово Божье Что значит остановитесь и познайте, да? Это значит не тревожьтесь, когда в вашу жизнь приходят проблемы Часто мы хотим решить свои проблемы Какими-то действиями И когда мы подвергаемся атаке врага Именно об этом говорится в этом псалме Бог говорит Остановитесь Потому что я Бог И я буду превознесен через победу в вашей жизни То есть когда человек проходит через трудности и проблемы Это естественно, что он волнуется, тревожится Давайте откроем филиппийцам 4 главу Филиппийцам 4 Филиппийцам 4,4. Радуйтесь всегда в Господе. И еще говорю, радуйтесь. Шестой стих. Не заботьтесь ни о чем. Навсегда в молитве и прошении. С благодарением. Открывайте свои желания пред Богом. Когда мы проходим через трудности и проблемы, мы также должны благодарить Бога. Спасибо тебе, Господь, что ты пытаешься меня чему-то научить через все это. И я хочу передать эту трудность, это испытание тебе. И в 7 стихе, если мы это сделаем, то тогда мир Божий, который превыше всякого ума, соблюдет сердца ваши и помышления ваши во Христе Иисусе. То есть нужно остановиться и познать, что Иегова есть Господь. И как Он помогал своему народу в Ветхом Завете, так же Он поможет и нам. Давайте завершим в молитве. Господь, Бог Саваоф, мы славим Тебя, что Ты Бог всемогущий. И мы просим Тебя, Господь, работай в нашей жизни и в наших сердцах. Дай нам радость, когда мы открываем Слово Твое. Мы славим и поклоняемся Тебе во имя Иешуа. Аминь. Слово Тебя, Господь.